всем привет добро пожаловать на наш разговор за чашкой чая давно у нас этого не было я вообще с видео вы сами знаете как-то зацепилась немножко у меня так сказать жизнь пошла немножко в другом русле работа без конца и по выходным совершенно не хватало времени в общем сейчас мы все сделали садовые дела мы завершили и более-менее появилось время и сегодня мы даже смотались харрис вы видели наверное видео ричард сдался сказал что у него выхода нет и в общем он со мной поплелся мы прогулялись хорошо там я кое-что купила мы попили кофе и я сделал уже обзор так вот сегодня разговор за чашкой чая на тему которую я свете уже как бы дала вам за травочку в субботу еще и два дня прошли очень сильно быстро вчера отвезла сына в аэропорт потом подруга приехала мы с ней хорошенько так посидели вот и потом она уехала и уже сегодня третий день отдыха завтра опять на работу но я сегодня во первых я хотела вам показать вот это украшение я купила в итальянском магазине у них очень такие эксклюзивные одежда они делают все там буквально два-три экземпляра итальянка федерико она как раз на территории вот прям рядом с отелем в этом эл мирадор куда мы ездили на тенерифе вот я иногда у нее покупаю вещи у нее дорогие но все это стоит вот этот шелк с шелк и лен и я научилась как это делать это очень там простая выкройка такой жилетик так вот а прежде чем мы приступим к разговору вот на эту тему который меня как-то она вот но интересно не стало и ваше мнение интересно тоже будет услышать хочу здесь вот сделать три такие заметки значит начали поступать спасибо большое начали поступать запросы на видео уходы вы как я ухаживаю за кисточками я сделаю еще раз потому что давно я уже не делала это но у меня где-то есть видео к сожалению сегодня могла его найти я искала не могу найти было видео где я показываю как я мою кисти кисти которые значит некоторые вещи которые я использую просто так вот для чистки но вот когда допустим надо что-то быстренько быстренько почистить я вот этим использую чем я надо сделаю отдельно так что это хорошая тема спасибо отдельная тема remorgage remorgage она небольшая она как бы как это как говорится straight forward и тоже я это дело разъясню как мы делали и значит еще третий вопрос третий просьба было шанель овесайз вот эти румяна большие вы знаете цена конечно большая но вы нужно помнить что там очень много продукта она они действительно огромные они большие я не покупал их даже в duty free вот когда была возможность сейчас уже там поменяли все потому что это прошлого сезона по моему чуть ли не прозапрошлого когда это все поменяли я как-то даже как то есть когда это все было там я особо сильно как-то они меня не возбудили потому что может быть у меня это уже все есть у меня очень много румян штук там 15 я насчитала разных цветов оттенков хорошие интересные и в общем то одно и то же повторяться не нужно они какие-то такие красные там слишком они какой-то такой там кирпичный оттенок мне это не особо сильно как-то интересно было в общем я их не купила я сказать не могу ничего я видела новые сегодня я пробовала только вот шанели новые этого сезона чашка чай то надо это ребята давайте значит там очень пигмент хороший вот такие тройные тройные такая круглая штук и там три вот таких полоски вот но это все все равно такое как бронзат типа бронза с румянами в общем вы знаете это что-то из того что уже как бы она есть наличие имеется и поэтому но для меня это в принципе я не стала брать потому что это у меня все есть и иначе я просто свои вещи не успею до конца жизни истратить понимаете то есть я понимаю что у них у всех срок годности но вы знаете вот только сегодня рассматривал еще свои румяна хотела пойти в диор я пошла но я посмотрела их коралловые я решил что у меня это все есть и я вот просто ну не стала деньги тратить на то что у меня уже есть как бы как бы в другая версия того что у меня есть и купила тот чего у меня нет вот эти вот румяна то есть вот эти вот тени диор и шанельские так вот то есть про шанель у вас вот эти румяна я ничего не могу сказать абсолютно ничего я просто не знаю посмотрите может быть есть наверное наверное должно быть видео с английский кстати вы можете взять просто вот найдите шанель о высайз блажь даже если видео на английском вы идете вот колесико есть наверху колесико и там of the translation есть можно можно на русский на русские титры переделать и вы увидите все отзывы их действительно было очень много на ютюбе и так разговор тема меня слегка зацепила то есть она не то чтобы она была она в общем-то меня не касается почему-то мне эта штука вышла как рилс на инстаграме и я стала смотрите там такое такое яркое очень такое как бы заявление во сколько мне обошлось свидание с англичанином думаю интересно так вот значит история такая девушка женщина женщина молодая наверное но я думаю что и не больше лет чем 35 такая может быть может быть даже чуть помладше может 33 35 не знаю такая стройненькая обыкновенное лицо милое простое лицо я не могу сказать что она особо красавица там но но обыкновенная вот и она значит пишет вот во сколько мне она все сделала как вот прям как фильм прям молодец такая все сделала вот во сколько мне обошлось пишет я познакомилась с англичаном то и значит она познакомилась на dating сайт значит на сайте на каком-то и решила с ним встретиться и и говорит он живет в часе езды от лондона и билет на билет на поезд мне обошелся в 100 фунтов думаю так во первых если он живет в часе езды от лондона предполагаю что значит она к нему ехала наверное не в час пик у нас билеты цены на билеты варьируется в зависимости от того в какое время суток вы едете если вы едете на работу у нас как-то вот или вы едете вот по делам например там быть лондоне надо в девять утра там или восемь вы приезжаете то одна цена если вы если вас ваш поезд прибывает на станцию в лондоне в десять утра или позже там цена практически идет за полцены то есть у нас этом скажу если у меня одноразовый билет я покупаю туда-сюда ретен если я покупаю его чтобы приехать в лондон например утром рано до 10 утра в любом случае то цена будет 45 фунтов там по 45 значит и есть но если вы едете под позже если вы прибываете после 10 утра то цена билета по моему там 24 или 25 или фунтов тоже ретен туда-сюда то есть но мы живем может быть ближе я не знаю может быть он чуть-чуть подальше живет но при всем при том если он живет в часе езды от лондона то есть это значит еще 15 минут от нас то билет не должен был стоить больше чем например фунтов 40 если если я как говорю в предполагаю что вы поехали в не час пик то есть там какие-то неаккуратности вот это ладно второе значит она сказала что я согласилась поехать на свидание то есть у меня а он меня пригласил я поехал на свидание хорошо значит она потом она говорит поскольку я поехала на три дня я так хикнула сразу думаю еще так свидание на три дня значит она поехал к нему на три дня мне пришлось взять няню на три дня для своих детей то есть думаю так значит там дети там дети она в лондоне что там у нее с мужем произошло было она вообще замужем или нет или там я не знаю они расстались он погиб он ее бросил она его бросил то есть какая ситуация я вообще ничего не знаю я знаю что она вот поехала на свидание с англичанином и у нее дети как значит дети значит как минимум двое да там может быть даже и трое я не знаю значит она ей нужно было няню конечно для детей на все вот эти три дня и няню мне в нас за три дня обошлась в 500 там что-то она сказал 540 что ли сколько-то фунтов в общем то да это дело такое дорогое и тем более если на три дня с маленькими детьми то может быть она так и стоит ну еще к тому же дело в лондоне там все практически там дороже все дальше и конечно же говорит конечно же говорит с пустыми руками не поедешь то есть я купил шампанское и она все это как бы зачисляет вот свой отчет вашего что и во сколько обошлось я купил шампанское это мне обошлось 42 фунта ну ладно вообще то вообще то если ты женщина и ездишь это надо быть смелый довольно да вот поехать на первое свидание то сказать оставив детей на три дня человеку которую ты не знаешь ладно и значит она это мне еще шампанское это обошло 42 фунта он должен был кучу когда она приехала туда она говорит что он должен был ее встретить но он не успел то ли он там строп в пробке где-то застрял уж я не знаю где живет вот и общем он сказал чтобы я взяла такси я такси взяла и это мне обошлось 20 фунтов и вот когда я стала все это когда я в инстаграм почему я иду в инстаграм у меня вот в пятницу вечером такое небольшой такой есть знаете как бы расслабон и в субботу вечером иногда вот прежде чем там уснуть я иногда какие-то смешные истории смотрю там комментарии но комментарии комментарии иногда вообще шедеврально абсолютно пишут у народа очень острый язычок бывает вы это сами знаете вот и значит думаю почитаю комментарии ох его там с ног до головы он он такой секой вот он такой секой значит и я начала даже начала писать потому что думаю но вообще-то конечно странно вот для меня и здесь у меня наступает момент когда я выражаю свою точку зрения и вы все конечно вправе абсолютно согласиться или не согласиться там или у вас какая-то может совсем другая точка зрения ради бога просто я хотела сказать что если будут какие-то комментарии хамском виде мне то я буду просто удалять но как правило у меня вот моей группе с вами этого не бывает и но мне это очень бывает очень больно когда люди которые меня не знают как правило это просто прохожие это не из не из моих подписчиков пишут мне всякие гадости я сразу начинаю я это убираю вот и в общем моя моя точка зрения была такова я стала это как бы писать сначала думаю напишу а потом у меня что-то где-то застряло какие-то слова там перепутались и я удалила это но потом да я прочитала свой комментарий там очень но это же ночью вечером я уже лежит так сказать на айпаде на свой вот и в общем у меня там получилось немножко так это без разбора вот и я убрала это а потом думаю нет надо было написать все таки потому что у девушки очень сильная претензия вообще вот по поводу всего что она решила сделать это ее выбор как ей это во все все встало это тоже ее выбор тот факт что у нее там маленькие дети и нужно было это кого-то с кем-то устроить это но это как бы ее да можно было естественно его и пригласить но я не знаю почему то вот он почему то так вот у них получилось что поехала она к нему на свидание на три ночи вот так ну и шампанским еще но в общем я и стала писать а потом одна женщина которая довольно видимо она такая в возрасте во первых она пишет грамотно абсолютно там не было ни одной ошибки у меня сразу это вызывает респект уважение потому что в основном в основном очень безграмотные комментарии пишут вообще грамматика вообще прописание на очень низком уровне вот но я очень редко пишу и общаться увидим инстаграм просто почитать поржать иногда с посмотрите смешную вот а так так я не пишу ну и вот и одна значит дома пишет милочка вы поймите что на западе женщины в общем я писала практически то же самое что на западе женщины независимые никто никому ничего не должен то есть вы свой выбор сделали и это как бы ваше ваше решение а я я еще хотела моя там мое дополнение было что в общем то не принято даже понимаете ни одна уважающая себя женщина которая например поехал на свидание не примет от мужчины как бы оплату за проезд на это свидание то есть это считается как бы но это будет унижением это будет будет как бы знаком того что он понимает что вы не можете себе этого позволить и это очень но не принято здесь так это совсем другая страна и вот кто-то из вас написал наверное правильно я думаю когда я в машине вот я в субботу поехал за цветами я вам говорю о том что вот я хочу вот такое видео сделать разговор за чашкой чая кстати надо пить чай и одна из вас написала что скорее всего это зависит но наверное от того в какой стране вы живете если это в россии это как бы может быть наверное и было бы принято или вы например где-то в арабских странах где это естественно я вообще не думаю что такое могло бы вообще даже бы произойти бы мне кажется мне кажется там мужчина бы как бы все это устроил и сделал и может быть сам приехал вот на западе отношения очень такие на равных понимаете люди равноправие и в очень многих семьях вот ну даже в нашей семье сейчас я же рассказывал вам вы мою историю знаете кто за давно со мной с тех пор как речит очень сильно перенес от этого заболевания сердце я перешла на другую работу и я стала больше зарабатывать чем чем он и это бы нас продолжается много лет и ничего в этом нет эта семья мы на равных кто может тот кто что может тут то и делать и и в принципе вот это отношение ну вот в обществе к женщине как к сильной во многих ситуациях половине семьи как сильно независимые личности женщина которая может за себя сама все оплатить сама все сделать и это будет как-то вот странно понимаете то есть женщин же не предложат мужчине ой ну давай из твое такси за такси заплачу бывают ситуации бывают ситуации если например карточка не работает или еще там что-то или налички нет и если вы хорошие друзья туда естественно тут разговоров не вот но тут ситуации мы сами знаем какая ситуация такая что она поехала и она и она решила что он вообще-то должен был ей все это заплатить с одной вещью я соглашусь что если он не успел ее забрать вот он должен был поехать и забрать со станции и он или не успел там или провозился я не знаю вот я считаю что он должен был сам такси вызвать и наверное оплатить бы это такси сразу же без разговоров вот но или предложить ей возместить поскольку это была его как бы обязанность а вот то что там она остальной сама решила там шампанское купить там билет за на за сто фунтов ей обошелся и детей с ней они нужно было оставить то это вот моя личная мое личное отношение это ее дело это ее проблема это так как она решила поступить это ее как бы вы знаете это это я считаю что здесь не нужно ожидать эти времена прошли уже давно и мне интересно вот как вы как вот вы к этому относитесь эта тема такая я думаю что люди разного поколения то есть разного возраста наверное по-разному на это посмотрят я знаю одну вещь я знаю одну вещь когда все не развелся примерно там через год он как-то стал знакомиться или как-то так вот и у него была одна подружка знакомая это было еще наверное девятнадцатый год или может быть двадцатый год значит она сама из киева сейчас она уже вышла замуж она в америке живет вот но она все сватала ему какую-то свою подружку и говорила что но вот и и и давай я тебя с ней познакомлю он как-то так не знаю там как он мне все же не рассказывает но он вот это вот он не рассказал и она говорит но только единственное при одном условии что ты ее вот на канары ты поедешь он там собрался в отпуск он поезжал значит ее на канары поедешь ты ее должен с собой взять он готов какого извините я готове даже не видел никогда я не знаю кто это зачем мы даже не в отношениях то есть если там едут с друзьями например или если едут с девушкой то уж это как бы ваша девушка но это не может являться слоем знакомства вот и общем он это мягко делаю мягко и послал вот а еще одна девица была которая сама к нему я помню он мне говорил мам смотри пишет мне пишет русская живет в лондоне но я там родители здесь с детства . как я вот привезли ее в детстве и она якобы там какая-то я не знаю высшее образование у нее все она говорит ну да я же говорит очень красивая и поэтому я конечно встречусь с тобой то сама ему написал сначала потом ну чё мы давай встретимся он говорит ну ладно давай встретимся я это от лондона недалеко вот я конечно с тобой встречусь но ты же все-таки должен мне сначала машину купить серия так выпал в осадок сразу играть вот это да вот это да то есть я тебе должен все а ты просто красивая и вот это вот понимаете настораживает меня отлично это очень сильно настораживает это действительно так или это или это может быть это действительно уже нормально может быть это правильно и а почему тогда вот меня вот это до сих пор иногда так вот где-то там что-то услышишь вот как вот эта история на инстаграме например и меня вот это слегка так теребит я думаю как то вот но были какие-то ожидания до девушка идет на свидание парень приносят цветы они идут ресторан как правило он платит в принципе вот такие какие-то традиционные вот но правило мне кажется или но но то что считается как бы нормальным понимаете для меня это приемлемо лично или то что сейчас цветы уже не дарят как бы может быть я не знаю он всегда не хожу давно уже сами вы сами в курсе но может быть даже цветы не дарят встречаются там пьют кофе идут куда-то и очень часто как бы все вот этот вот счет в ресторане он пополам делится это все но уже это вроде бы как бы является и нормой я не знаю во всех ли так странах и вообще это да это как-то вот нормально тем более 1 особенно первые встречи когда вы просто идете знакомитесь вы там все никаких то есть это она как бы не вызывает никаких обязательств и не предполагает никаких без обязательств вот и это я считаю нормально но вот когда вот такие запросы и вот какие такие вещи дают и она с тобой познакомиться хотя она сама ему его новая навязывая ты его вот эту подружку из киева значит она но она горит и должен ее взять с собой на канары все не так но с какой стать может я не хочу что она мне не понравится вообще почему я должен а это как бы было условием их свидания вот а второе вот это вот вот с этой девушкой который сказал да я горит но ты мне должен машину купить на минуты год молодец он ей говорит свидание вот так очень вот такие ситуации бывают но вы знаете это я вам скажу это девушки русские или русскоязычные в данном случае то что вот этой ксюхе вот это его подружка из киева у нее вот эта подружка она тоже украинка был то есть принципе это все как бы постсоветский постсоветское пространство скажем тогда на западе это бы в голову не пришло в принципе понимаете вот девушки которые меня там одна сотрудница она все на свидание бегает молоденькая девушка она мне рассказывает ногчо вот и но вот такие вот вещи они как бы даже в голову не придут понимаете я по и я пойду с ним познакомиться если он меня возьмет на канары а зачем она согласится поехать с кем-то на канары кого она никогда не знала и никогда не видела тоже до странно вот какие-то какие-то вот странные условия вот это мне кажется ну и вот в общем возвращаясь вот к теме нашей герои героини которая съездила на три дня на свидание его облили с ног до головы там в комментариях что вот такой секунд следующего раза конечно же не будет ночью что поехал то зачем зачем перец и куда-то на три дня на свидание оставлять детей а потом жаловаться об этом что тебе это обошлось или или это как бы сначала что ли ожидалось что он все это и возместит но не знаю я не знаю я вас как это как-то потеряно в этом и вот интересно интересно послушать спектничаю я редко во-первых мне не нравится это во вторых мне у меня нет времени на это но вы видите в дачу инстаграм меня довел друзья я уже как-то вот но восприняла эту историю как вот что-то такое как какой-то как же сказать какой-то казус вот для меня возник это да и и мне интересно мне интересно понять вот что в основном население думает вот я вот вы меня основное население разумное люди которые пишут нормальные какие-то осмысленные комментарии люди которые разных возрастов то есть я очень прошу отозваться молодежь если меня кто-то смотрит я очень сильно сомневаюсь что меня 20-летние девушки смотрят но меня мне часто пишут я смотрю вместе с мамой моя мама вашего возраста она вот значит типа . значит роста дочки может быть но может быть для 25 лет спасибо большое если меня кто-то из молодежи смотрит напишите пожалуйста что вы думаете по поводу вот этой девушки которая смоталась на свидание на три дня и и теперь она значит считает что он должен был и все это все расходы включая няню оплатить вот вот этот у меня вот такой вот вам вопросик интересно интересно очень интересно ваше мнение значит по поводу шанель увы сайс блажь из я ответила что я не смогу это сделать потому что я просто не знаю у меня их не было и право по поводу ухода ухода за кистями сделаю очень много видео сейчас посмотрела себя пока искала свое видео сама потому что я делала это нам года два назад когда я купил эти штуки мыть как кисточки в этих присоски такие в раковину они с такими с штучками и вот эти кисти можешь в теплой мыльной воде вот и нашла очень много видео кстати на русском языке посмотрите есть как правильно ухаживать для за макияжными кистями что такое какие такие названия вот и все мои хорошие сейчас мне нужно сделать кое-что по работе потому что у меня начинается опять неделя дурдомовская и я я очень люблю свою работу я сегодня только речь это сказала я горит и знаешь зарплату мне гораздо меньше чем у меня была в той фирме в лондоне но это совершенно не имеет значения себя чувствую счастливы я полностью себя как бы воплощаю реализую как профессионал я принимаю решение на ходу буквально ну несколько решений за день и то чего мне нельзя было никогда делать в этой юридической фирме то есть я очень очень рада тому что что я вот так так вот поменялась свою жизнь в общем так получилось ну и все вам желаю хорошей недельки сейчас уже понедельник вечером пока я смонтирую будет может быть во вторник выйдет мы с вами я надеюсь пообщаемся через комментарии и как только я смогу я сделаю дальше про реморгидж я уже не помню мы делали это два года назад уже ну попробуем что-нибудь из себя так сказать выдавить в позитивном смысле в этом ну все мои хорошие хорошие вам недели и встретимся очень скоро ну все пока